Всякий раз, когда человечество оказывается на грани разрушения, катастрофы, на грани полного уничтожения, пробуждается сила, спасающая человека и все человечество. Светом окутанный крест, который образует круг жизни, круг победителей богини Тары, непобедимые ваны, ведающие небесный разум, это орден защитников человечества, орден святого Иоанна Иерусалимского, Родосского, Мальтийского, орден госпитальеров, небесная рать света, которая пробудилась и идет на помощь земле, армия рода небесного под предводительством ведающего орлега, вознесшегося на уровень бога и собравшего светлых воинов. Орден Орлег Сандра Мы считаем себя находящимися на самом высоком уровне развития. Иллюзия, созданная силами тьмы, настолько сильна, что мы даже не заметили, как наша история была полностью переписана. Все стопроцентная ложь. Пространство, в котором мы живем, разнообразно. Человек был доведен до линейного мышления. Мы понятия не имеем, где живем, как функционирует, как устроена наша земля, как устроены другие земли, как устроена Вселенная, миры подземные, миры подводные, миры небесные. Мы живем в тюрьме, где заключены наши сознания и способности созидать и видеть истину. Все создано агрессорами, оккупантами, паразитами, оккупировавшими нашу землю, славянскую землю, сурай-землю, землю суров, русов, асов. Вся земля – это один великий народ, который всегда жил в мире. В игре богов, происходившей на нашей земле, чередовались периоды дня и ночи Сварага, когда светлые силы на определенное время теряли свое могущество и таким образом возникал дисбаланс. В самую трудную минуту и длинную ночь Сварага, завершившуюся в 1996 году, также известную как Кали-Юга, за последние тысяча восемь лет, когда по условиям игры богов, все существа, достигшие божественного уровня, должны были покинуть нашу землю. И наши враги перепрограммировали все, что могли, чтобы полностью уничтожить нас. Взгляд на будущее всегда выглядел одинаково. Разрушение, конец, истребление. Когда человечество больше не видит выхода и деградация достигает наивысшего уровня, когда враг использует запрещенное оружие, манипулирует волей человека и собирается нанести последний удар, тогда пробуждается исторический древнейший орден, задача которого всегда заключалась в защите человечества от полного уничтожения. Слушайте правду, истину о могуществе рыцарей ордена святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского высшего ордена госпитальеров, славян, которым принадлежит вся земля. Орден святого Иоанна имеет очень древние корни. Эти древние корни идут ещё к кругу витязей богини Тары. Это миллионы лет, не то что тысячелетия, это миллионы. Практически орден святого Иоанна и его действия на земле основаны с начала сотворения человечества, то есть полтора миллиарда лет, потому что сегодняшнее понимание ордена святого Иоанна – это сворожище, потому что Иоанн означает вселенский кон Бога небесного, то есть по вселенскому кону Бога небесного как раз и было основано и сотворено человечество. Чтобы иметь возможность понять сегодняшним мышлением все связи, давайте нарисуем всю картину поэтапно. На земле происходила игра богов, начавшаяся полтора миллиарда лет назад. Время – это точка вечности. Мы воспринимаем его согласно земному восприятию времени, так как время течёт по-разному, в разных частях пространства. Результатом этой игры стало создание человека по образу рода Всевышнего. Вся Вселенная спроецирована в сознании человека, в его мозг, даже физически, в человеческое тело, где нейрон головного мозга означает галактику в макрокосме. Бог – это большой огонь галактики. Это все боги, наши предки, щуры и пращуры, несущие в себе все знания. В Ведах написано, светлые Творцы собрали в человеке все знания звезд. Мы – боги, мы просто ещё спим, и наши глаза закрыты. Наше ограниченное мышление с трудом понимает размеры, поэтому всё кажется нам божественным восприятием. Тогда возникает вопрос – зачем произошло сотворение человека? В своё время, когда, если обратиться к Ведам, то можно понять, что в Ведах сказано – врата между мирья открывайте, между мирами ходите, другие миры познавайте. Врата же и на мире не открывайте, ибо зело великое пустится, или вы сами в деле пропадёте. В нашем понимании иномирьями, или как их называют сегодня мерностями, управляли боги, гели, леги, орлеги. Среди них были также Белобог и Чернобог. Чернобог, будучи орлегом, он, значит, открыл вот эти врата иномирьи и пустил сюда энергию, энергию других вообще мерностей, которая не должна здесь быть. Она в организме, в большом, вообще в других мирах, и всё по-другому делается. Но эта энергия прошла. Эта энергия называется гордыня. И когда гордыня прошла, те, кто пустил в себя эту энергию, так сказать, эту заразу, те остановились, теряли, так сказать, равновесие божественное. И когда теряли божественное равновесие, они начали заниматься самолюбованием, начали гордыню поднимать это превыше всего, и тем самым они уходили с уровня прави, то есть покой Раведуи, с уровня гармонии, и становились падшими, опускались. И в то время, так сказать, когда опустился, и Чернобог, когда получил эту гордыню, он не знал, как у Белобога забрать, он начал завидовать Белобогу о том, что у Белобога в его мерностях всё вечно, и радость, и свет, и так далее. А вот в него, в прекрасном, кстати, мире Нижней Нави, один из красивейших миров Нижней Нави, на тот момент у Чернобола, где зарождаются сущности, где проявляются частицы Всевышнего Света, которые вне времени, вне пространства, Всевечной, эти частицы организуются в танце своём, в круговом, всяком разном танце, и в этом танце у этих частиц, живатмы, так называемые, организуются живо, и уже живо сформируют систему, а система – это уже сущность, и вот эта сущность потом через явные миры, воплощаясь в явных мирах, набирала свой опыт в каменном, в таком плотном материальном мире, камни и так далее, потом растения, потом уже животные, потом человек, и так шла эволюция сущности, росли, раскрывались её непосредственно уровни, доходил до уровня души, и уже из человека, уже переходил в Бога. «Чернобог не хотел ждать миллиарды лет эволюционного развития здесь, в мире Яве. Почему это нельзя сделать сразу в моём мире Нави?» – подумал он. Поэтому он осуществил коварный план. Он украл знания света и использовал их у себя. Поскольку он пал и не понимал творения, он подверг опасности весь организм творения. Согласно древней мифологии, была такая прекрасная богиня Исида, которая имела близкую связь с Белобогом. Чернобог заразил её гордыней, и Исида, которая находилась в доверии Белобога, украла одну из девяти печатей. Это была печать технократического знания. Когда Чернобог начал применять это знание в Нижней Наве, путь развития искривился. Но, тем не менее, применяя вот это знание, которое было рано ещё получать, потому что эволюция должна идти по золотому сечению, и сущность и сознание должно обретать знания равномерно, то есть духовные, нравственные, материальные и так далее. И всё это в гармонии должно быть. Тогда человек не будет психопатом и не будет применять свои знания во уничтожении жизни живого и так далее. Но вот таким самым выкрал он это знание. И с того момента Нижняя Наве начала развиваться в деструктивном направлении. То есть и отсюда пошли уже непосредственно войны. Войны пошли ещё до сотворения человека. И долгое время эти войны шли, так сказать, в пространстве, в мирах Яви и Нави. Так родилась цивилизация, которая достигнув своего пика исчезнет. Потому что золотое сечение не позволит ей выйти на более высокий уровень развития. Поэтому Чернобог хотел украсть все печати и тем самым убить всё живое. В этот момент, короче говоря, Белобог воззвал, и мир Орлегов откликнулся и пришёл на помощь Белобогу. И он, именно Орлеги тогда сокрушили все, так сказать, деструктивные банды, которые сформировал тогда Чернобог. И само вот это пространство, заражённое с Чернобогом, они закрыли рубежом, так сказать, ну как капсул, да, как гнойник такой, сделали, капсулировали это пространство. И это пространство, оно маленькое в космосе, но оно очень токсичное. Оно называлось пекельным пространством, то есть пекло. Там 10 тысяч планет, планеты, это пространство 10 тысяч планет. И вот на этом пространстве 10 тысяч планет, это формировалось бездушное, безнравственное вот эти пекельные цивилизации, и они уже стали сами заложниками той системы, то есть там практически живых существ не осталось. И то, что они выработали, какую форму существования, это форма существования так называемой технологии ЭБР. ЭБР — это электронно-белковый резонатор, то есть это не живая клетка, это просто примитивный белок, искусственный, который функционирует за счет выработки энергии, за счет вселенских вибраций, вибраций, так сказать, атмосферы. Есть замечательное стихотворение, описывающее эти события, и называется оно «Разговор со Сварагом». Тьма пришла к Творцу умолять, чтобы Свет дал ей возможность проявиться и перестал ее преследовать повсюду. Создатель пошел на уступки Тьме и приказал Свету не трогать ее. Тьма получила шанс, и вот прошло полтора миллиарда лет. Тьма могла проявляться в мире Яви и Нави, но не имела доступа к миру Прави, там, где истина — иконы. Если бы это произошло, Создатель приказал бы всем своим детям уничтожить и развоплотить ее. Когда Свет появился вновь, Тьма показала свое истинное лицо. Тьма постоянно нарушала коны, поэтому ее необходимо преследовать и уничтожать. Это наша задача. Для Игры Богов из центра мира рас Асгарда Небесного на галактике Арагор наша Мать Сура Земля была перенесена в пространство, где находилась изолированная капсула Пекельные Миры. Там была сотворена галактика Драгон Млечный Путь, которая единственная вытянутая в космосе как Млечный Путь, в которой и проходила Игра Богов. У Сил Света также был свой план на время Игры Богов, сотворение Пятой Расы, которая бы стала высшей. Именно поэтому они перенесли на Землю из хвостов галактики Арагорн четыре рода Великой Расы – Дорийцев, Хорийцев, Святорусов и Рассенов. План эволюционного скачка заключается в том, чтобы смешать эти четыре рода Великой Расы – Расы Богов. Но важно понять, почему произошли Ночи Сварга. И вот отсюда пошла Игра Богов, где на одном конце вот этого хвоста галактики Драгон, или как Млечный Путь, оно то залетает в пекельное пространство, и тогда получают пекельные сущности, получают доступ к тому, чтобы что-то создавать вот в этой галактике, которую сделали им. Эта галактика – это суперквантовый такой, суперквантовый, ну, назовем так примитивно, компьютер. На самом деле это не компьютер, это достаточно серьезный, так сказать, агрегат, творение суперквантовое. И вот в этом творении пекельные пространства через эти сущности получали доступ, жили на самом деле в центре Вселенной. И также надо знать, что здесь и Велес установлен, то есть весь щелес, бог Велес – это командир корабля. Это все энергоинформационное поле Земли и Вселенной, большого космоса. И когда в пекельном пространстве сущности через человеческое уже тело получали доступ к этому творению человек, где все девять уровней, девять чакр, но на сегодняшний день, которые могут они семь достигать, когда они получали к этому агрегату вот эти сущности, они говорили так, здесь бес и сам не ожидал, как в одночасье богом стал. Ночи сварога чередовались, и всегда в этот период тьма оставила в своих адских мирах генетические эксперименты и производила своих бездушных существ – биороботов. Надо понимать, что Кали-Юга – это всегда там. За южным полярным кругом, так называемым, есть вот эти уже захваченные земли, падшими сатанаилом, так сказать, и его бригадой падших гелов и ангелов. Ангел – это как раз падший гел. И вот за этим полярным кругом уже есть на захваченных землях, уже есть искусственно созданные, так скажем, цивилизации вот эти пекельные, забазировались и развернули там свою деструктивную деятельность и лаборатории по генетическим экспериментам и созданию человекоподобного. То есть они изучали, как устроен вообще человек, что такое живая клетка, что такое творение-то Всевышнего, почему они до сих пор не приблизились и не могут понять даже, как устроена живая клетка и как она живет и как она, так сказать, работает. Когда начался день Сварага, на землю пришла энергия Ян, в результате чего все существа без души и сознания превратились в мартышек-обезьян. Иудеи также являются результатом генетических экспериментов темных сил. Это тоже искусственно созданные, это вот все, кто пошли так от сатанаиловского Адама и Евы, это практически существа генномодифицированные. И туда падшие втыкали свои, так сказать, генетику, скрещивали ее с человеческой генетикой, думали, что она даст, так сказать, определенное превосходство и эволюции. Но на самом деле в ночи Сварага они имели определенное поначалу превосходство, потом начинали резко деградировать, превращались в человек-убийц, в людоедов, значит, и в этот временный эффект заканчивался и вел их полностью к ихнему уничтожению, потому что нельзя вмешиваться в творение рода Всевышнего именно таким способом. Чтобы подчинить себе людей рода небесного, темные силы использовали запрещенные технологии, в том числе оружие под названием зерат. Частотное оружие облучало всю землю и тем самым разрушало хрупкие пространства между нейронами, а люди теряли память. Перед последней ночью Сварага, когда люди впадали в забвение и незваные гости сеяли раздор и стравливали наши рода и племена друг с другом, разделяя их по богам, в это время на землю было призвано небесное войско орлегов под командованием Александра Великого. Нет, он не был завоевателем, каким его изображает сегодняшняя история, а спасителем, объединившим все племена и рода. Так называемые историки обменяли его на Атилу, которого они тоже поместили в совершенно другое время. Сегодня уже известно, что Римская империя не существовала в тот период, как ее изображают, и даже не в той степени, в которой сегодня дети узнают о ней в школе. Карты мира этих периодов доказывают это. Именно Александр Великий, которого мы также знаем, как Александра Невского, Македонского, Искандера, Чингисхана и Тамерлана, пришел защитить людей на землю. Он объединил их всех в единый народ. Единая нация стала целостной в едином боге. Бог-род, который один. Богов много, но единственный всевышний бог – это род. Когда Александр приезжал в какой-нибудь город или село, поселение, он всегда задавал вопрос, принимаете ли вы единого бога, иначе вы будете уничтожены. У тех, кто принимал единого бога, бога рода, все было в порядке и был мир. В противном случае они были истреблены. И вот Орлек Сандр восстановил орден святого Иоанна. Он был богом. Как? Или по меньшей мере подобным одному из них – тиран. Ох, это бросают они. А я смеюсь. Разве тиран мог дать людям так много? Орлек Сандр, ведущий Орлек, когда он пришел на помощь, так сказать, Белобогу, и в явном мире он проявился как Александр Великий, он, когда весь мир опять был восстановлен, цельность мира была восстановлена, где супостаты, эти бесы, шайтаны были повержены, сокрушены, уничтожены, тогда он и сделал всесветскую грамоту. Всесветская грамота, которую он еще раз завещал уже по законам военного времени, то есть по римскому так называемой войне, это Рим, римскому праву. Он завещал всю землю славянам. Все, это выполняется по всем правилам игры богов. Я прожил, я прожил долгую жизнь, Кадн, но слава и память людская всегда будут принадлежать тем, кто всю жизнь стремился к осуществлению своих великих мечтаний. И величайший из всех, тот, кого сейчас называют Эггас Александрос, величайший из всех людей. Время, когда Александр установил систему управления и развития на земле, это была как раз модель, такая ситуация, где ваны, ведущие Бога Небесного, самые высокие, проявленные, так сказать, кназы, рассветленные они, это было четыре короля, четыре царя. Дарийцы, Харийцы, Святорусы и Рассены. Если вы посмотрите на карту Дарии, Северного полюса, то она как раз по центре стоит гора Меру, или Мера, да, Мерность, как раз лифт в Мерностях вот в этих. И в округе стоят четыре материка. Вот эти четыре материка, это как раз было символизировано Дарийцев, Харийцев, Святорусы и Рассены. Это как бы карта космоса. И вот на этом, на этих, это космоса в плане разреза галактики Драгон, да, или как сейчас называем Млечный Путь. И управление шло именно с центра, да, с центра. То есть там было четыре короля, четыре царя. И каждые 16 лет по 16 чертог, как круг чертог проходил, все ваны, которые управляли, передавали очередному ванну, там, допустим, Дарийцу, Харийцу, или Святорусу, или Рассену, титул Иван. Иван – это вселенский ванн. Посередине, на горе Меру, в пятой точке, находился как раз гранд-магистр, грубо говоря, лидер Ордена Святого Иоанна. То есть это пятый. Пятый – это царь царей, тот, который не вмешивался в плане, так сказать, детального развития внутри этих царств Дарийцев, Харийцев, Святорусу и Рассены. Но он смотрел за тем, чтобы именно курс самих царей в этом круге, вот в этом, так сказать, ДНК эволюции, который крутится как по спирали, чтобы он не уходил от именно духовного, божественного и небесного развития, чтобы вектор лежал правильно, и чтобы не было никаких проявлений деструкции в векторном развитии игры богов светлого человечества. Вот так это все было устроено. Эти моменты еще помнят потомки настоящих мальтийцев, потомки настоящих тамплиеров, они знают эту систему, как она работала. Поэтому система как раз вот четырех царей и царя царей, она стоит вот тем образом, который я вам рассказывал. Эта модель была оставлена, значит, высшими силами, божественными, небесными через Орлек Сандра, ведущего Орлека, Александра Великого, который установил опять эту модель развития, вернул ее практически на Землю для гармоничного эволюционного развития человечества по кону созидания. Орден Святого Иоанна как раз сокрушил пришельцев и инопланетян, которые решили захватить Землю, уничтожить человечество. Это был центр их управления, был Ватикан. Ватикан тогда находился в Египте, и именно в Египте были повержены враги человеческие орденом Святого Иоанна. И после этого как раз понтифик ихний египетский дал папскую вот эту булу о том, что высшей суверенной Земле является орден Святого Иоанна. И на коленях он умолял, чтобы оставили в этой ночи сварок, так как по игре богов их не время, а остаться их на Земле здесь, оставить их на Земле, не уничтожать, чтобы они могли заниматься духовной практикой и совершенствоваться к свету. Ну, как всегда, конечно же, обманули. Однако есть хранители, которым было поручено сопровождать человечество в самый мрачный период игры богов, во время ночи сварога. Адские цивилизации больше всего боялись одного бога, ведь он может разрушить ад одной только мыслью. Он один из наших ведических богов, бог заката, бог Салим. Бог Салим – это ведический бог заката, который провожает всегда мир в ночь сварога и не позволяет цивилизациям, этим бесам, шайтанам, на входе уже в ночь сварога нападать и уничтожать светлый мир человеческий. И потом уже провожает туда, дает возможность людям и душам адаптироваться, значит, поставить защиту, укрепиться, и потом он уже, бог заката, он делает это сопровождение из перехода из дня сварога в ночь сварога. Поэтому Яван Рус Салим, поэтому говорят Шалом, Салам, Малекум и так далее. Это все связано с Салимом. Когда началась ночь сварога, бог Салим призвал всех демонов и заставил их построить хрустальный дворец. Кто отказывался, был уничтожен. Демоны боялись бога Салима, но он не мог войти в эту ночь сварога, поскольку, по правилам игры богов, те, кто достиг божественного уровня, должны были уйти. Он опирался на посох, чтобы стоять на трех точках, когда его душа покинет тело. Когда Салим пал, они все еще боялись его, но когда один из демонов выпал из хрустального замка и увидел, что Салим не отвечает, они поняли, что он спит. Сначала они были осторожны, а затем обнаружили, что его душа улетела. И так начался самый долгий и темный период на земле. Они создавали трасты и злоупотребляли ими. Ивана, объединившего весь мир, они превратили в Ивана Грозного, убившего своего сына. Они истребили четыре цивилизации и, стремясь к последнему шагу и полному уничтожению людей, были остановлены Сталином, который выиграл Великую Отечественную войну и сделал граждан СССР суверенными. Сегодня мы видим разрушение закона, деградацию человека, спланированный геноцид славян. Цивилизация дошла до стадии искусственного интеллекта и отказалась от морали, духовности, всего, созданного Творцом. Теперь, когда ночь Сварага закончилась и свет обрел свою полную силу, как Александр Великий пришел спасти Землю тысячу лет назад, сегодня Александр, царь царей, снова здесь, чтобы восстановить порядок. Времена паразитических цивилизаций, которые отклонялись от земного и небесного потока и умели только оккупировать, паразитировать, грабить и пожирать, закончились. Игра богов, происходившая в мире Ра, завершилась. В мире Ра сейчас устанавливается небесный порядок. Творцом Ра, главой и Созидателем мира Ра. Творец Ра сейчас непосредственно выполняет все необходимые функции по приведению всего мира Ра, первичное небесное состояние, полной ликвидации, развоплощения и превращения всех деструкций в конструкции. Поэтому Александр также разбудил старейший орден Святого Иоанна, и рыцари начали действовать. Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Родовского, Мальтийского, высший суверенный орден госпитальеров, является высшим сувереном, является высшим военным орденом небесной рати по защите земли, светлого человечества, людей. Рыцари ордена являются как раз сворожичами, проявленными в телах человеческих на земле. Сегодняшняя история знает орден Святого Иоанна как круг витязей богини Тары. Тарх и Тары — это дети Перуна, это хозяева земли, брат и сестра. Брат и сестра — это в божественном небесном понимании, не как у нас земное понимание муж и жены. Муж и жена в небесном понимании богов являются те, кто делают совместные творения. Поэтому хозяевами земли являются Тарх и Тара, дети Перуна. Тара считается мифологически, что это полярная звезда, которая находится над Северным полюсом. Это звезда богини Тары. Документарно сейчас как раз главная грамота, которая сохранилась, это то, что захватчики, пришельцы, так сказать, паразиты, которые пришли захвачивать землю нашу, землю славянскую, землю суров, русов, асов, привлеча к себе в договор, значит, демонический уровень, то есть падших ангелов, так скажем, и привлеча на свою сторону, на преступную, искусственно созданных за полярным кругом, в искусственном уже захваченной земле, в искусственном райе созданных, Адам и Ева, который создавал Сатанаил, это было около, менее 6 тысяч лет назад. Надо понимать, что Адам и Ева, когда создавали, и Адам и Ева не рожали, как свиноматки, так сказать, людей, а это происходило генетическое, как раз лабораторное создание. И вот тогда уже наделали искусственно вот этих пришельцев, джунгаров, так скажем, и направили их с юга, то есть калий юга. Всякий раз, когда враги под руководством Саваова и Сатанаила планировали уничтожить человечество, Бог Салим останавливал этот процесс, пробуждая Орден Святого Иоанна, который был пополнен родами русов-суров, воинов-русов. Сам Орден Святого Иоанна представляет собой небесный энергоинформационный агрегат. Все сохранилось, потому что родовая память работает на протофантомном уровне, и не может быть стерта никакими технологиями. Она все еще существует и проявляется, когда приходит время. Госпитальеры прошли целую тысячу лет в одном сознании, и это рыцарское сознание есть творение рода Всевышнего на защиту земли, на защиту чад, детей расы великой и потомков рода небесного. Вот почему в рыцаря входит Дух Всевышний и сознание Сварожича, и тогда он говорит, «Я Орден, то и есть Свет, Светом окутанный, Яван Русалим Тао». Поэтому и имя Иоанн Иерусалимский, а во время ночи Сварога добавлялись и другие имена, Радосский и Мальтийский. Ну, как ты нашел Иерусалим? Господь не явился ко мне, даже на Голгофе, где умер Христос. Господь лишил меня своей милости. Я не слышал этого. Мне кажется, после всего церковь меня не примет. Церковь – это дело рук людских. При слове церковь я вижу толпы фанатиков, рьяно рвущихся, исполнять Божью волю. А в глазах убеет слишком много религий. Святость – она в твоих делах, в защите тех, кто не может за себя постоять, и в милости, что Господь являет. Святость здесь и здесь. И от твоих решений зависит, благочестив ты или нет. Поступки каждого рыцаря показывают наличие совести в душе человека, в сердце и в сознании. Проявленная совесть означает, что человек продвигается на небесный уровень, а потому рыцари совестью находятся под непосредственной защитой всех высших сил. Любая попытка нападения или даже мысль причинить вред такому человеку означает немедленное возмездие со стороны высших сил. Поэтому пробуждение ордена святого Иоанна на сегодняшний день Иерусалимского, можно сказать, Родосского, Мальтийского, пробуждение ордена Иоанна означает, что как раз небесные войны, небесная рать пришла на землю, встала для того, чтобы защитить землю, сокрушить всех ворогов земли, ворогов светлого рода человеческого и установить здесь небесный порядок на земле, чтобы земной и небесный поток, понимание созидания, по кону созидания работали, чтобы восстановилась как раз светлая человечество, чтобы пробуждена была совесть. Потому что совесть — это и есть небесная система сварога, которая связывает между собой всех чатрасы великой потомков рода небесного. Сва — это небеса, сварод. Сварог — это древнее обозначение род. И вот сварог — это небесный род. И сам сварог, небесный род — это как раз тот, кто сотворил все миры и вселенные мир Яви. Он как раз сотворил Яви. И проявление в Яви уже всего небесного рода сварога. В настоящее время орден святого Иоанна является высшим сувереном и все остальное находится под этим сувереном. За последнюю тысячу лет здесь не было никакого суверена. Это была лишь игра в суверены и суверенитет. Суверен — это сварожич, это вселенная, это власть, сила и ответственность за все живое. Могущество и власть суверенов сварожичей огромна, что ощутили на себе все темные силы и адские структуры, не имеющие права на жизнь, которые постепенно все будут развоплощены. И слово суверен, тот, кто вышел уже в небесное понимание, к небесной канцелярии, так как я называю по-земному, те, кто начинает в этом сознании работать, это и есть суверен. И слово суверен, оно исполняется на земле, потому что это проявление всенебесной воли, это проявление как раз всеразума этого небесного рода Всевышнего. И эти люди они не живут понятием себе. Эти люди, потому что любовь, добро, истина, эти люди на земле уже выше в этот статус получившие и получившие этот уровень, они уже думают о всем живом, о всем творении и защищают это творение и защищают светлый мир человеческий, мир природы, мир родины, рода, мир рода, это значит рода Всевышнего, это значит всего, в том числе и космоса, и микро, и макро, и так далее, всей сферы всего творения. Орден Святого Иоанна создал Русь, он также создал Россию, сияние Ра, во время Ночи Сварага он также создал Дочерние Ордена, Орден Темплиеров и Мальтийский Орден. Он выдал им грамоты и подарил им суверенитет, согласно этой грамоте это чисто русские ордена, а не итальянские или ватиканские. Грамота это не просто лист бумаги, грамота это небесная воля, выраженная грамотно, правильно и написанная на носителе, подтверждающим этот акт, это творение в реке времени. Вот почему это суверенная грамота. Они получили суверенитет, но они не получили суверена. Поэтому, что они имеют только суверенитет, существует также соглашение, чтобы потом не было разделения единого храма. Подписали все документы о том, что все, а все имущество тамплиеров и все имущество мальтийцев принадлежит ордену центра, ордену святого Иоанна, юросолимского, родовского, сегодня мальтийского. То есть, высшему суверенному ордену госпитальеров. И управление и распоряжение небесное, так сказать, не раздваивается, не расстраивается, оно есть единое на земле в этом плане. Орден тамплиеров был основан это рыцарь храма Марии Магдалины, жена Радомира Иссы, кого называет Иисус Христос. И возглавлял орден тамплиеров всегда потомок Радомира Иссы. Все гранд-магистры становились. Это был духовный орден, системщик построения, система конструкции организованного бытия на земле. Что касается мальтийского ордена, это орден был воинов, орден защитников, которые непосредственно занимались, это было практически подразделение армии мира, но в основном европейская часть. Для этого госпитальеры, так как они владели всей землей, орден Святого Иоанна, госпитальеры, как они владели всей землей, передали им остров Мальту для их центральной штаб-квартиры, чтобы в Европе, как раз в этом месте, где там недалеко Египет, где вот эти европейские страны, чтобы они смотрели и соблюдали порядок, чтобы не давали больше врагам человеческим поднимать голову. Белый крест на черном фоне это крест, окутанный светом, образующий круг жизни, и это проявление ордена Святого Иоанна, Вселенского Кона Бога Небесного. Мальтийский крест показан как переходный, но имеет красный цвет. Сам красный цвет, он появился непосредственно в ордене тамплиеров, когда убили жену из сыра, Марию Магдалину, когда убили с ее дочерью в храме на севере Европы, где как раз была долина магов, Мария как раз Магдалина, в пещере, в храме, и когда рыцарей храма, просто их не было там, это рано утром было, пришли туда как раз убийцы из Ватикана и в шею, кинжалом в шею они убили и Марию, и дочь Иродомира Христа тогда было. И алая кровь когда пролилась на землю, то тогда, когда нашли их рыцарей храма, пришли чуть позже туда, Мария Магдалина, они встали на колени и делали себе на белых плащаниц, они в белом ходили, красный крест, и поклялись нести знания дальше миру и продолжать дело Иссы Родомира и Марии Христа. То дело, которое они делали, то, к чему они учились в Матеоре, а Матеора это мы те, кто ура, и Матеора находилась раньше на Асгарде Ирийском, то есть в Омске, в Беловодье, так скажем там, на Иртышах. И там стоял купол, туда не могли проникать паразит, стоял энергетический купол, который держали жрецы светлые, и там они получали веды, получали пробуждение памяти. Так как в Родомира Христа пришел дух Дождьбога, Тарха Перуновича, то есть Тарха, а в Марию Магдалину пришел дух Тары, богини Тары. И вот Тарх и Тары, дети Перуна, проявились здесь как муж и жена, но я еще раз повторяю, не надо путать земные понимания мужа и жены и божественные боги. Это большой огонь галактики, это разум живутворящий. Всем вам теперь понятно, почему эти силы тьмы так старались играть в суверенов и создавали ложные ордена, и изображали крестоносцев с белыми крестами, нападающих на всех и уничтожающих все вокруг себя. Это ложь и извращение, это иезуиты, мошенники, которые надевают мантии, берут в руки мечи и совершают ритуалы над людьми с помощью демонов. При этом они даже не знают, что означает рыцарский крест. Ватикан – это центр агрессоров, злоумышленников, пришедших учиться у людей обретению души и духовных навыков. Ватикан – это место вообще-то госпитальерское, и там почему-то находится какая-то деструктивная, религиозная организация, которая не имеет права быть страной и которая вообще не имеет права там находиться. А это территория, один из центров питальерства был, сакральных центров. И поэтому у них, у понтифика всегда есть вице-понтифик, так сказать, зам, который как бы является в кавычках мальтийским рыцарем, в кавычках преемником ордена госпитальеров и в кавычках рыцарем ордена госпитальеров. И за счет этого только зама, за счет этого вице, как говорится, держится статус, так называемый, также в кавычках, статус государства, Ватикан. На самом деле все это построено на фейке, на лжи, это все сделали иезуиты. Иезуиты все подделали, все извратили, так сказать, и присвоили мне то, что им никогда не принадлежало и не принадлежит. Еще раз объясняю, иезуит это ветка, одна маленькая веточка госпитальеров, которая была, молодых предателей, которые подчинились, так скажем, обманом, искушением, ложью и пошли путем предателей, июди, иезуит, иудей и так далее. То есть изменник-предатель, которые предали орден, которые предали небесный род, и которые предали светлый род человеческий, которые предали практически Бога и предали Всевышнего. То есть это предатели. И эти предатели, они извращенцы, они все врут, все обманывают и возвращают. Чтобы стать рыцарем, человек должен развиваться, поправить духовно, божественно, нравственно. Он должен обращаться, знать, что все его родители, предки, щуры, пращуры, они живые, что они все находятся и в нем самом, и все находятся везде, да, и, естественно, на небесах, что все это, все боги, это и есть его предки, его щуры, пращуры, да, и человек должен благодарить их за то, что он дитя, рожденное на земле, осваивающее, развивающееся, и благодарить и желать, чтобы щуры, пращуры, предки великие, многомудрые, всемогущественные, раскрывали сознание человека, давали ему правду, то есть поставили его на путь праве, чтобы он узнал правду, чтобы он шел этим путем. Суверенный орден Святого Иоанна Иерусалимского, Родовского, Мальтийского, высший орден госпитальеров восстановлен, наследие наших предков в виде сокровища Ра, из энергии которого была основана банковская система ордена темплиеров, активирована, Мальтийский орден был военным орденом, так создавались рода, племена, княжества, королевства и государства, и все это всегда принадлежало ордену Святого Иоанна. Все это содействует замыслу, который направляется Божьим промыслом, духовное руководство и защита принадлежали белому духовному мальчику. А этот глаз в пирамиде, которого так боятся темные семьи, такие как Ротшильды и Рокфеллеры, что потратили огромные суммы денег, чтобы превратить его в новый мировой порядок и кошмар. На самом деле, глаз должен находиться в круге, а полное изображение это центр мир Кабы, следующий за его углами. И это глаз Ра и источник жизни, без которого ничто на земле не могло бы жить. Его код М0. Затем, согласно священному наследию White Spiritual Boy, белого духовного мальчика, была создана М1, что означает материализацию. Материя, мысль, один, творец, это код творца. Материализация из источника энергии это духовное, небесное и Божие управление. Никакие цивилизации, даже адские влияния не могут достичь этого уровня. Никто из тьмы не ожидал, что вся эта сила будет собрана в одном человеке. Великий интендант, великий магистр ордена святого Иоанна, белый духовный мальчик, царь царей, его величество Александр. Сокровище Ра переходило, источник переходил в ночь сварога, и он хранителем, тогда был назначен хранитель, это такие духовные потомки, так скажем, настроенные, это не физические потомки, духовно настроенные потомки Бога Салима по хранению этих активов до рассвета сварога, до дня сварога и передачи этих активов уже проявленным русом, светом. Вот эти хранители, короче, семья хранителей, они всегда и хранили, и сохраняли связь, так сказать, с этими энергиями, с этими активами духовными, которые находятся на более 10 километров под землей, и туда невозможно пройти при помощи любых технологий пекельных, потому что стоит временно-пространственный генератор, они закрывают проходы, может пройти только тот, у кого есть доп. оттуда идут эти энергии, оттуда происходит слово актив, активный, есть актив, то есть есть энергия. Это источник, источник, формирующий золотое сечение пространства, пространство жизни и всю эту, так сказать, матрицу. White spiritual boy, белый духовный мальчик, это миссия, это миссия, которая была начертана, так скажем, и белый духовный мальчик, это и есть белый царь, то есть царь царей. Царь царей, он приходит для того, чтобы как раз навести в мире порядок, для того, чтобы убрать все деструкции после Игры Богов, после Ночи Сварога и восстановить, поставить небесную правильную систему. После того, как Александр активировал высшего суверена, орден святого Иоанна в конце Игры Богов, госпиталеры немедленно приступили к действиям. Рыцари разуплотили пекельные миры и наводят порядок повсюду, даже за полярным кругом. Они приняли мировую финансовую систему и основали новый всемирный суверенный банк, банк ордена госпитальеров, штаб-квартира которого находится в Братиславе. Всякий раз, когда приходили рыцари ордена госпитальеров, они также приносили посредством культуры новый вид финансирования или финансовую финансовую систему. Поймите, что другого пути нет. Рыцари ордена госпитальеров контролируют все активы мира. Небесное наследство, которое проявляется после Игры Богов, имеет следующую последовательность. Первым идет царь царей, отец. Он устанавливает порядок, и после него приходит царь славы. Царь славы, хозяин земли, Тарх Перунович, Иса Радомир. Рыцари ордена госпитальеров выполнят свою миссию. Они уже выполняли ее, и будут выполнять снова. Именно они будут распределять и определять правила, по которым мы будем жить. Чтобы мы жили по праве, по правде, справедливости и любви. Сейчас только рыцари начинают пробуждаться и осознавать, кто они. потихонечку, потому что все ограничители, все проблемы, все рамки какие-то, все вот эти аксиомы невозможностей, которых не существует, все стоят в сознании этого человека в голове. Ему еще нужно время для того, чтобы скинуть эти оковы и раскрыться уже окончательно. Все к этому идет. Поэтому пробуждается древний орден, божий промысел и великое божественное провидение выполняет все по праве, выполняет все по кону. Кон – это как раз и есть слово «мысль изначальная» от рода Всевышнего. По мысли изначальной. Это все взаимосвязано, здесь нет раздельных частей, не существует в мире раздельных частей. Поэтому в мире должно сейчас все систематизироваться по праве, должна быть небесная система, в людей должно раскрываться сфером метрическим мышлением божественным. Тогда это будет уже уровень божественный раскрыт. А у творцов не бывает лишних деталей, они все правильно структурируют, они все правильно трансформируют, преобразовывают. Ну, если кто-то чего-то где-то, то там, извините, бывает так, что идет и жесткое преобразование вплоть до развоплощения этих существ, сущностей, которые, значит, идут и действуют по деструкции и не хотят исправляться. Тогда мы обязаны выполнять вселенский кон небесный, который говорит, не надо спасать то, что не желает быть спасенным. Люди богов ведают, это и есть любовь, это и есть цельность всего. Слово это творение, всех небесных этих слов, творений. Необходимо понимать, что мы и одно целое, мы едины, и счастье наше является в нашем объединении, в нашем союзе, в нашей взаимопомощи и помогать кому-то даже бесплатно, без денег. Это хороший поступок, этот поступок, который оценен небесной ценностью, это небесное творение и небесное деяние, взаимопомощь, взаимовыручка, кооперация, всеобщее спасение и так далее. Один, никто не спасется, спасаются только лишь в объединении, только в союзе. Спас идет к союзу. Небеса — это цельность, небеса, где нету беса, где нет разделения. И люди, и человек, и человечество должно прийти к такому же единому пониманию, что мы все цельны, мы все дети рода Всевышнего, и мы все должны быть братьями, сестрами, большой семьей в нашем всеобщем храме любви на земле, так же, как и на небе. Король может требовать повиновения, отец послушания. Но запомни, кто бы ни был государем, владыкой, ты один в ответе за свою душу. И как бы ты ни играл, кто бы тобой ни играл, твоя душа в твоих руках. Даже если над тобой стояли короли, и ты исполнял их волю, когда тебя призовет Господь, ты не сможешь сказать, что слепо исполнял приказ, не задумываясь о последствиях, о чести, о доблести. Запомни это. Запомню. Орден наших предков-прачеров пробудился. Мы все дети рода. Мы не бездушные существа. Только от нашего решения зависит, поддержим ли мы Александра и рыцари старейшего суверенного ордена Святого Иоанна, ордена госпитальеров, и вместе с ними объединим все племена и рода в одно целое. Давайте построим светлое будущее для наших родов, построенное на истине, справедливости и совести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова